друзья мои дорогие всем привет вы на канале вязание и я меня зовут юлия сегодня предлагаю вам повязать вместе со мной под мою болтовню я приготовила для вас болталочку наверняка у многих у вас на слуху лара афонина которая составляет для нас интереснейшие теги лара прислала мне буквально на днях новый тег который называется между нами девочками но почему бы мне на него не ответить если честно я даже не готовилась я если честно даже не прочитала вопросы лара не всегда интересные буду под сходу что на ум будет приходить то и буду отвечать не так первый вопрос ты по характеру девочка девочка или есть что-то бунтарская от мальчишек опиши себя в трех словах я даже в детстве никогда не было девочкой девочкой у меня конечно очень много подруг было но с мальчишками мне было общаться проще и до сих пор с мужчинами мне общаться гораздо проще я для них лучшая подруг лучше 2 вот так вот можно сказать 9 9 и что-то конечно во мне есть но все-таки я бунтарка если описать себя в трех словах доминант жесткая и бешеная три моих качества неотъемлемых от меня я думаю исчерпывающим доминант я имею ввиду лидер лидер практически во всех отраслях своей жизни во всех сферах своей жизни но сказать что допустим у меня в семье матриархат нет безусловно нет конечно часто решение окончательное слово за мной но не всегда иногда как я скажу так по сашинам и бывает но в целом да в целом я все-таки доминирую и в семье и в своем окружении не всегда не в стопроцентном случае но характер у меня достаточно сильный так второй вопрос что преобладает в твоем гардеробе платье или брюки туфли или кроссовки так на данный момент да ну давайте пять лет назад до момента даже даже четыре года назад от моему каналу 54 года назад я уволилась с основной работы я вообще не носила кроссовки у меня даже не было у меня не было спортивных костюмов у меня не было джинсов у меня были брюки классические исключительно и обувь у меня была исключительно вся на каблуках вся и зимняя и летняя и и демисезонная абсолютно вся но так как у меня образ жизни поменялся поменялась среда обитания поменялись интересы круг общения то и соответственно у меня стал более свободный стиль в одежде что такое мне какой-то пух на меня нападает более какой-то свободный стиль в одежде у меня ну что у меня из обуви кроссовки у меня три пары кроссовок все остальное у меня туфли то есть прямо преобладают у меня все-таки туфли но ношу я в данный момент чаще всего конечно кроссовки платье или брюки в данный момент у меня преобладают джинсы джинсы и спортивные костюмы но я очень люблю платье я вообще считаю что платье в женском гардеробе они обязательно должны быть я не знаю мне кажется не существует женщин которым платье просто не идут не знаю таких женщин мне кажется просто не существует платье это очень удобный предмет гардероба потому что под него не нужно какую-то пару находить до составлять себе какой-то комплект в одежде например юбка блуза или там джемпер брюки например да здесь платье впрыгнул опы хорошо и хорошо хочешь на плоском ходу туфли хочешь на высоком каблуке туфли но в платье ты всегда будешь в центре внимания платье подчеркнет женственность платье я очень люблю и вот у меня два платья ждут своей фотосессии вязаные но у меня летних платьев много у меня юбок много было все это было в других размерах сейчас у меня ничего нет и что у меня вообще но у меня и брюк много я если вот брюки до джинсы или брюки все-таки больше мне нравятся брюки в них я себя чувствую более комфортно брюки я могу надеть как с кроссовками так и с макосинами так и с каблуком ну и в принципе джинсы тоже могу надеть но в джинсах я пойду не везде а в брюках я пойду абсолютно везде брюки это универсальный вид одежды классика я я больше предпочитаю классику конечно но сейчас мне просто некуда ходить в таком виде поэтому свободный стиль в одежде очень люблю пола а пола это спорт а спорт с чем у нас сочетается джинсы брюки приспортивленные принципе ну в общем вот как то тогда у меня есть и одно и другое но в данный момент у меня преобладает больше все-таки брюк и джинсов нежели платьев как тебе нравится проводить свободное время помимо своего хобби вязания боже если по но у меня было это свободное время и об с удовольствием его как нибудь проводила ну давайте исключим те моменты когда у меня бывают два выходных до суббота воскресенье от моей основной работы отвязания от съемок от монтажей я занимаюсь домашними делами подготовками нас на следующую неделю в школу на работу до со всех собрать перестирать на общем все как у всех и если у меня появляется свободное время я очень люблю проводить его с друзьями я не люблю в этот момент полежать например почитать нет мне нужно движение мне нужно общение компания эта компания это пляски это песни я прошу прощения у меня работает группа поэтому или или если допустим неделя была сложная напряженная я могу провести допустим воскресный вечер с семьей за просмотром какого-нибудь фильма интересного просто в горизонтальном положении на диване все больше я никак не хочу проводить свое свободное время еще в теплое время я люблю гулять я также люблю там на пляж на речку пожарить шашлыки отдохнуть вырваться из четырех стен вот это я люблю так есть ли среди твоих любимых занятий что-то необычное что приносит тебе колоссальное удовольствие но может быть непонятным для других но вязание они тоже исключаются вообще это вязание которые могут не понять другие а я получать этого колоссальное удовольствие а что еще есть из что-то необычное что приносит мне колоссальное удовольствие у меня такого ничего нет даже на ум ничего не приходит следующий вопрос какую книгу фильм или сериал ты бы посоветовала к обязательному к обязательному прочтению и просмотру почему именно они к обязательному ой нет знаете я скажу так я конечно смотрю фильмы я конечно когда-то читала книги сейчас просто у меня на это не хватает совершенно никакого времени а аудиокниги я не воспринимаю как бы сильно хорошо не не были записаны мне нужно читать меня должны быть свои эмоции у меня должен быть свой слог читаю я быстро по диагонали поэтому это немножечко другое аудиокниги никак так к обязательному прочтению для меня вообще просмотр фильмов чтения книг это удовольствие и отдых обязательно это принудило поэтому к обязательному прочтению вообще ничего не могу рекомендовать вот фильм если не к обязательному если ради удовольствия дал все мы конечно любим разные жанры всех разные предпочтения я бы могла мы вот недавно с супругом смотрели фильм шторм наш русский сериал и это первый сезон второй сезон я так понимаю еще не снят по крайней мере мы его не нашли мы даже трейлерах его не нашли он вообще без цензуры но мы его смотрели запиканный фильм нам очень понравился вот он как как-то он цепляет с первой серии и не отпускает до конца вот его мог могла бы я порекомендовать он жанр тогда там про все там про все и от когда первый сезон закончился в голове осталось очень много вопросов и ждем когда же выйдет второй сезон замечательный сериал понравился так что еще я вы знаете я даже я никогда не запоминаю не название я не знаю фильмов я не знаю имена актеров это для меня лишняя информация вот на лицо я их всех знаю а как как их зовут в жизни не это совсем не интересно и поэтому я не забиваю свою голову лишней информации и название фильмов вот вы знаете а вот про то про то про то и все а как он называется фиг его знает более того я как смотрю фильмы я очень люблю фильм вот наш я я смотрю только исключительно российский кинематограф исключительно и который там две четыре серии до трехчасовые фильмы я абсолютно абсолютно я не люблю ну я могу и я посмотрела два турецких сериала это черная страсть по-моему называется и королёк птичка певчая с бураком асчевитом вот эти два фильма я посмотрела а смотрю фильмы исключительно русский кинематограф российский и который там две четыре серии до трехчасовые фильмы и я абсолютно забываю через пару дней о чем они я могу даже не вспомнить на следующий день о чем они проходит там допустим полгода еще что-то посмотреть а как сейчас выставляются фильмы в том же ютубе да картинка меняется содержимое совершенно другое которое не соответствует картинке я захожу я начинаю смотреть мне вот муж кричит здесь там со второй с третьей минуты мы видели этот фильм я вообще не помню более того я досмотрю до конца я не вспомню что я его видела поэтому вот этот вопрос конечно он не для меня это даже просто порекомендовать не то что к обязательному там прочтению или просмотру о книге я уже очень давно не читала опять же и я читаю книги какие по саморазвитию сказать вот вам обязательно нужно прочесть эту книгу ну хорошо прочтите книгу 100 способов изменить жизнь мне эта книга понравилась она перевернула мою жизнь с ног на голову она побудила меня уйти с работы и вплотную заняться ютубом это лариса парфентьева автор мне эта книга понравилась очень но она мой может понравиться мне и может не понравится и совершенно даже жанр не подходящий другому человеку поэтому к обязательному прочтению я ничего не буду рекомендовать ну а насчет художественных них я не читала уже тысячу лет вообще вообще у меня и даже нет так дальше это был пятый вопрос сейчас подождите друзья между скрины шестой вопрос для тебя важно уединение как часто тебе нужно быть в одиночестве и проект проводить время наедине с собой крайне редко вообще я я человек компанейский мне нужно общение мне нужно чтобы вокруг меня был шум и чтобы было светло мы когда 7 дней были без света соответственно без телевизора без радио вообще без ничего я боже у нас темно как в гробу и тихо это это невыносимо для меня это просто невыносимо я как могу находиться в тишине только когда я работаю за съемкой мастер-классов мне нужна полная тишина когда я просто там готовлю вижу убираю у меня должно работать все и сразу телевизор и на кухне должно играть радио готовлю я исключительно с музыкой вижу я чаще под фильмы либо под какие-то передачи либо под новости либо под что-то еще соответственно и это если я одна нахожусь дома то есть я не выношу тишину просто не выношу ее и не на не выношу темноту у меня должна быть полная иллюминация даже сейчас снимаю у меня дневной свет мне время без 15 час дня у меня горит свет здесь но скорее свет горит для того чтобы вам картинка была лучше видна но тем не менее вот только-только на улице начинает сереть у меня свет зажигается везде терпеть не могу темноту и я очень не люблю находиться одна только исключительно тогда когда я работаю чтобы меня никто не отвлекал меня никто не мешал мне не мешали сосредоточиться потому что когда я работаю над проектом мало то что я думаю о нем параллельно я думаю уже о следующих о будущих проектах продумываю какие-то детали продумываю какие-то нюансы а что там можно как этот там конструктивный элемент можно выполнить и так далее и когда кто-нибудь ходит манкает или кто-нибудь мяукает или или саша что-нибудь там говорить например я прямо не могу меня я выхожу вон из себя люблю тишину и уединение исключительно момент работы я не люблю вязать под в компании например я либо общаюсь либо я вижу я потому что я сбиваюсь я потом был распускаю вообще нет мне нужна полная концентрация но бывают такие моменты вот допустим курс да у меня идет это колоссальная отдача энергии колоссальная просто каждому ответь сосредоточься пойми прочти проверь это огромный труд огромная работа и после каждого курса меня знаете такое состояние как в меня трубочку вставляют и выпивают энергию в этот момент мне необходимо быть одной по окончании курса я не хочу никакого движения я не хочу никакого общения я я про я просто хочу быть сама с собой просто вот бывает такое что лежишь в потолок воткнул глаза и думаешь или понимаешь ловишься на мысль о том что ты ни о чем не думаешь вот такие моменты бывают они бывают редко но они бывают и не после каждого курса бывают ученики то тоже разные кто-то славу улавливает сразу информация кому-то надо 10 раз одно и то же повторить и кто-то группа активно занимается а кто-то все-таки приобретает курс на самостоятельное изучение и когда группы активные мне меня это радует потому что чем больше активности в группе чем больше вопросов тем больше информации получает обучающийся и мне это просто доставляет колоссальное удовольствие но отнимает много энергии помимо этого вот у нас был конкурс например да свяжем вместе позитивно казалось бы ну что там связать изделие там снять пять видео друзья это во первых была поставлена определенная задача я после этого курса до сих курса этого проекта до сих пор пить и себя не могу поставлена конкретная задача а значит я за загнана в рамки в рамки соблюдения условий конкурса я например это очень не люблю не люблю ограничение себя хотя меня никто ни в чем не ограничена была поставлена тематика до позитив я у меня была параллельно другая работа именно на моя непосредственная работа это разработка мастер-классов разработка изделия это расчеты это ведение курсов и тут параллельно еще курс когда лена бросаем все снимаем это опять выход из зоны комфорта снимаем вот так то они вот так то то есть нужно и позитив вносить в видео какой-то дополнительный новые знакомые с кикиморой она выходила постоянной зоны комфорта меня высосало это настолько за это больше месяца движение это конечно классно это интересно но выматывает выматывает очень сильно много энергии отдается плюс ответственность перед коллективом я же не одна и у меня есть группа нас 10 человек если я что-то не выполню в срок я кого-то подведу у меня была температура под 40 дважды дважды я за этот период переболела до сих пор еще никак не вычихаюсь когда я кидала снег лопатой в превью у меня была температура 38 и 5 я заболела когда первый раз когда нам надо было уже подводить итоги конкурса у меня была температура 39 и 2 у меня воспаление легких я колю уколы но лена сказала надо значит надо значит мы красимся приводим себя в каким-то образом в порядок берем себя в руки цепляем на себя хорошее настроение и начинаем работать а потом просто в горизонтальном положении два-три дня потому что просто невозможно вот такие моменты хочется чтобы ни один червяк не прополз мимо ни одна муха не пролетела хочется куда-то убежать от всех такие моменты но они тоже бывают редко у меня но бывают вот так дальше какая песня точнее всего расскажет о тебе знаете последнее время я мужу напеваю песню шнура все все бабы как бабы твоя богиня но конечно это не характеризует меня да а ну так какая казачка на я черта не боится и не боится в омут с головой вот эта песня наверное про меня только я не надя юля но казачка и вот вот такая я эта песня наверное характеризует меня это первое что пришло мне на ум песен я знаю много но сказать что вот эта песня про меня вот про казачку это про меня так дальше какая фраза тебя характеризует фраза еще и ход который меня характеризует надо подумать сейчас отключусь подумаю вспомнила фразу и коня на скаку и в горящую избу вот это наверное фраза характеризует меня дальше с какой пряжи ты себя ассоциируешь какая ты нежная мягкая теплая и так далее какие вопросы интересные триндец с какой пряжи я себя ассоциирую не пушистая не мягкая не теплая лен лен жесткая нужно найти к ней подход сложная но кто укротит эту пряжу получит истинное удовольствие от готового изделия грубая в работе непредсказуемая вот это про меня я ли он ой к я кто господи какой хороший вопрос я теперь хоть буду знать так друзья дальше с какой героиней фильма а также героиней книги ты бы себя сравнила если не с какой то какая героиня или женщина-актриса эталон для тебя я не могу сказать эталон я не могу сказать кумир потому что есть забавить божьими создать себе кумира и кумиров у меня нет но героиня это скарлетт ухара очень мне нравится эта героиня очень нравится мне это произведение очень нравится мне воля этой женщины и и непростая судьба ее сила просто просто вот вот скарлетт ухара но сказать что я себя с ней ассоциирую нет нет просто мне нравится эта героиня так об этом я подумаю завтра ключевая фраза да я очень часто пользуюсь этой фразой но вообще замечательный фильм так следующее какое место силы для тебя ну на самом деле на этот вопрос я много раз отвечала для меня место силы это лес это лес и это в любое время года скорее всего это там там тишина там покой там там столько силы я в этом году я в лесу не было ни осенью не не ну летом летом не считается там река рядом да вот саша мой это вот по воде у него место силы это река это река это вода это вот что-то у меня для меня лес но я там все равно я где-то на реке я там в лес не хожу а вот когда по грибы когда фотосессия если в лесу это просто вот счастье так сейчас я все-таки попробую отключить уведомления друзья я надеюсь у меня получилось честно но просто телефон рабочие я не знаю где там настройки где чё на общем попробовала вроде получилось но я в любом случае прошу вас прощения до пиликань она меня раздражает я представляю как вас раздражает я с вами солидарная согласна но надеюсь больше не пиликнет если я на ту кнопочку нажала то нам повезло так дальше двенадцатый вопрос ты готова рискнуть и отправиться в долгое путешествие одна если да то куда бы отправилась не в жизни не в жизни у меня же географический кретинизм какое путешествие я в родном городе в двух улицах блужусь я нет мне вот надо ехать в ростов в больницу и мужа не трогать с работы при этом я не знаю вообще я я настраиваюсь настраиваюсь я не знаю и когда я настроюсь но для меня это от кромешный я понимаю что я выйду из маршрутки и все и все и конец и дальше я не знаю и даже если я потом обратно на такси вернусь на вокзал я не найду место где стоят маршрутки понимаете какое путешествие какое путешествие для меня это такой стресс нереальный я когда работала моя работа заключается до представления интереса в судах по всей россии где суд туда и лечу меня слава богу встречали директора филиалов и они со мной как с лялечкой в гостиницу с гостиницы в суд сюда в гостиницу с гостиницы в аэропорт посадили стали сиди жди тебе скажут вылет этом это пройдите там в такую-то зону до ожидайте там вылета сиди говорит вот здесь и жди сижу и жду однажды это было шереметьево мне захотелось в туалет директор филиала уже уехал боже мой я не знаю товарищи это это для меня был просто караул я шла шаги считала так я встала с кресла повернула налево я прошла столько-то шагов я дошла до лифта спустилась а как обратно хрена узнает вышла из лифта дома в какую мне сторону эти этого из комнаты да в какую сторону мне до лифта эти не знаю я в одну ткнулась не туда пошла в обратную нашла этот лифт поднялась потом так если я поворачивала налево зашли надо повернуть направо столько-то шагов представляете вот до такой степени доходит мне ни в коем случае нельзя вообще куда-то меня одну отпускать я заблужусь просто меня разверни вокруг себя и все и конец кстати вот я вам такие откровенности рассказываю но это для меня поездка куда-либо это огромная огромный огромный стресс если тем более в одиночестве это фух нет я даже порой бывает думаем с сашей поехать куда-то на источники на черное море как представлю что мне куда-то надо ехать даже не одной я очень тяжелая в этом плане на подъем я не любитель куда-то ездить и ну просто иногда хочется просто картинку сменить хочется отдыха хочется в другой климат попасть до или других новых впечатлений только поэтому и еду а так дайте мне волю и я не хорошо дома я дом знаю где мне туалет лифта у меня нет как подняться по лестнице как спуститься так хорошо друзья а на самом деле вот кому-то может это кажется смешным а мне вообще не до смеху вообще я шла от друзей одна пешком вышла на дорогу и все есть дорога направо и налево и хоть плач я не знаю куда мне идти и я не хоть плача я плакала я стояла и плакала я не знаю куда мне идти такая вот ситуация для меня это очень жестко так что ты делаешь когда тебе скучно на самом деле мне никогда не бывает скучно совсем никогда но предположим если бы мне стало скучно я бы позвонила подруге поболтали бы с ним получила бы какую-то новую информацию потом бы ее переваривала но скучно мне не бывает вообще никогда что всегда можно найти в твоем холодильнике и что и меня именно тебя в нем привлекает ночью колбаса я очень люблю колбасу мне никакого мяса не надо я люблю колбасу всякую разную люблю сыр но колбасу я люблю больше и она меня тоже привлекает ночью я опять расслабилась опять у меня эти ночные походы в холодильнике есть я себя конечно торможу а таких походы у меня бывают почему потому что у меня например заканчиваются какие-нибудь яблоки то бы я яблоко закинула друзья я нажала не на ту кнопочку я не знаю как это отключить честное слово вот у меня есть звуки все выключены ну правда у меня даже звук вот на нуле понимая все я в настройках уведомления выключила она все равно будет не знаю как это работает так значит про что я говорила что все дома и это бы я яблоко в себя кинула а если я пока нет ну колбасу на кусочек очень люблю колбасу так если бы завтрашний день ты могла прожить жизнью любой знаменитости кто бы это был и почему в жизни никогда бы я не хотела прожить чьей-то чужой жизнь никогда свою бы не предложила и чужую бы не захотела тем более знаменитости зачем вы думаете у них жизнь спокойная не у них жизни врагу не пожелаешь нет и вообще мне не нравится наблюдать за чужими жизнями знаменитости это у меня от свекровь она любитель она знает про каждого про всех это у них семья и как у них какие девичьи именно фамилии и и кто чем живет и кто чем дышит и кто за кем был замужем и кто развелся и про фигуристов и вообще я нет я не интересуюсь мне это вообще совершенно не зачем мне это это их жизнь это мне не интересно так если бы ты о своей жизни снимала фильм у фильм как бы он назывался все не как у всех или не дня без друзья моя жизнь наверное самого детства напоминает какие-то качели бесконечные она в принципе жизнь в этом и заключается да но дело в том что у меня не бывает все просто так никогда и ни в чем мы с сыном вдвоем со старшим мы всегда первопроходцы вот никогда не бывает просто даже вот как какие-то самых элементарных моментах вечно сталкиваешься с какими-то проблемами причем проблемами ранее никому не известными что в работе у меня было мне приходилось создавать прецеденты мне приходилось идти сложными путями мне приходилось да я даже в вязании посмотрите даже просто взять вязание мое любимое творчество я же все время что-то хочу применить и никогда не иду легким путем вот так и в жизни у меня происходит мне даже сын говорит мам ну почему так почему у всех все как у людей а вот у меня все через одно место рисунок у меня точно также значит наша судьба такая значит мы должны каким-то образом набраться этого опыта и передать его другим но вот 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 так поэтому ни дня без приключений ни дня без проблем ни дня без каких-то там я не знаю перед перевитись судьбы я не я не знаю если бы фильм снимали про мою жизнь тут же так идет именно жизнь тут был бы длинный длинный сериал как санта-барбара и он был бы насыщен всевозможными какими-то событиями и наверное он бы как взял как нас шторм с первой серии не отпустил бы до самого конца потому что вечно что-то происходит вечно стопроцентно вот поэтому я отвечу так на этот вопрос тебе нравится твоя работа ты всегда была мечтала быть тем кем ты стала но если говорить о тем кем я являюсь настоящий день до блогер вязальщица всегда ли я мечтал я никогда об этом не мечтала мне очень нравится моя работа я очень люблю в свою работу я мечтала быть юристом я им было 20 лет мне хватило все насытилась но я бы никогда не поверила что я стану блогером наверное из моей работы единственное что мне не нравится это наверное запись монтаж видео то есть подборка контента это самое сложное и монтаж монтаж мастер-классов монтаж видео любого это занимает огромное количество времени вот вот это мне больше всего не нравится все остальное я просто обожаю в своей работе обожаю обожаю там где творчество там где не знаю очень люблю но никогда не мечтала быть блогером если бы тебе предложили путешествие в прошлое в какой период ты бы отправилась в прошлое я бы отправилась в свою юность наверное лет с 15 до замужества это было самое яркое время в моей жизни самое интересное тоже творческая да там концерты калина красное выступление насыщенно весело интересно великолепное было время ну и юность молодость это всегда прекрасно это когда мама с папой тебе кушать готовят когда ты живешь под боком ни о чем не думаешь когда ты не вышла же самостоятельную жизнь только учеба у тебя в голове до школа техникум институт этот период да и это это все за что ты отвечаешь больше ничего беззаботная жизнь можно сказать а потом уже замужество дети проблемы нет я бы отправилась в юность но вот не совсем прям в детство ну лет с 15 как раз 15 лет я поступила в техникум вот именно с этого момента и до первого замужества до 21 года вообще все было прекрасно в моей жизни что для тебя самое лучшее после трудного дня если после трудного дня тишина и кружка кофе для меня самое лучшее и и телефон куда-нибудь подальше убрать подальше чтобы никто мне не звонил не писал мне надо было никому отвечать ни с кем разговаривать это самое лучшее чего ты раньше стеснялась и сейчас гордишься этим я вообще не стеснительный человек я никогда ничего не стеснялась я по крайней мере сейчас данный момент я не припомню чтобы я вообще стеснительная была когда-то я наоборот мне бы там где меня иногда выключать надо приглушать понимаете то я же еще и лев по знаку зодиака мы всегда в эпицентре внимания мы мы должны мы мы такие по натуре и иногда даже слишком много внимания я притягиваю к себе как-то это происходит все на как это на уровне на подсознательном что ли иногда вот надо просто меня глушить глушить я совершенно не стеснительный человек и я всегда гордилась своими достижениями своим образованием своими друзьями своим окружением своими детьми своим мужем до всем вообще горжусь своей жизни хорошо и ответила дальше у тебя есть шанс приобрести одну из способностей остановить время еще раз у тебя есть шанс что а у меня не до конца заскринился похоже этот вопрос у тебя есть шанс приобрести одну из способностей останавливать время ну наверняка там какое-то продолжение плане что я бы останавливать я пропущу этот вопрос потому что я не знаю я плохо его заскринила и все так 22 вопрос что способна растрогать тебя до слез успехи моих детей могут меня растрогать до слез фильм какой-нибудь меня тоже может растрогать до слез какие-нибудь успехи не только моих детей но и моих друзей например или и успехи в их семье какое-то там замечательное событие а вот недавно буквально ревела как дурочка арина племянница саши была в москве вот буквально в начале марта там проходила два чемпионата один чемпионат россии по джиу-джитсу а второй чемпионат открытый чемпионат мира по джиу-джитсу она принимала она у нас 17-летняя еще у нее первый разряд спорте и она принимала участие в двух чемпионатах на россии она заняла серебро на чемпионате мира она заняла бронзу и мне таня прислала открытие этого чемпионата видео они это мама ее видео где арина идет с флагом и арина занимает бронзу фотографии все и я рыдала я рыдала но это трогательно очень вот это меня может растолоть если бы у тебя была возможность что-то исправить в своем воспитании в детстве чтобы ты исправила в воспитании своих детей чтобы ты изменила в своем воспитании я человек воспитанный мне как папа говорил с детства юля ты не сдержанная учись сдерживать себя я до сих пор учусь мне пятый десяток я не научусь так что это это не от воспитания зависит это от темперамента зависит и в своих детях все что я могла в них вложить и и до сих пор это делаю как правильно жить я это делаю чтобы я хотела изменить ничего стас у меня состоявшийся уже он очень серьезно он очень умный добрый час стас у меня это моя опора надежда и и вообще лишь бы он не изменился в другую сторону вот так а слава он очень ленивый он очень ленивый но это же не значит что я не приучала его к труду к отношению к учебе к общению допустим со взрослыми да я всему этому учила и учу до сих пор но я понимаю что это бесполезно это это зависит не от меня это я не могу вложить свои мозги в его голову например но не способны не дается ему там допустим учеба какие-то предметы но не дается где-то ленится а где-то действительно не дается нет способностей что я могу изменить ничего вот у него есть такая такое дурацкое поведение мы боремся с сашей с этим он придуривается вот у него найдет на него что он начинает вести себя как будто ему лет пять вот вот честно вот прям раздражает мы боремся бесконечно с этим бесконечно ты уже взрослым нельзя себя так вести до что ты себя так видишь он в школе себя так ведет это конечно позоришь себя нас но вот этот вот момент мы его переборем я думаю это возрастной входит пубертатный период пока еще сложно что-то говорить в себе чтобы я изменила да ничего я такая какая я есть меня либо воспринимают либо не воспринимают со мной либо дружит либо не дружит среднего варианта не существует я либо раздражаю либо вдохновляю кого-то вот вот так нет золотой середины не все меня далеко не все меня воспринимают и это правильно но чтобы я в себе поменяла да ничего уже наверное да ничего я бы не поменяла абсолютно я себя устраиваю так доброту как в меня можно вложить доброту например если она природа не заложенная жесткий человек ну как никак не знаю так чего ты боишься больше всего высоты мышей темноты высоты и пауков это же уже об этом говорила высоты я боюсь очень сильно и началось это с подросткового возраста с 15 лет когда мне начали снится сны что я падаю с окна когда мы жили на пятом этаже что я мою окно и падаю с окна с этого момента я стала бояться высоты даже на стуле стоять мне страшно а пауков я боюсь с детства дико жутко я не знаю я буду бежать от него если даже маленький даже самый маленький паук это для меня ужас ужасный просто ей я не могу его место какая-то и не знаю я с мышками обнимусь со змеями тоже но только не паука ну только не паука что для тебя значит быть счастливой счастье я счастливый человек меня мир покой в душе у меня живы здоровы родители у меня живы здоровы дети у меня семья полная чаша что еще нужно для счастья все больше ничего не нужно для счастья моя жизнь состоялась полностью и это прекрасно когда душа ни за кого не болит из родных вот это счастье что важнее для тебя семья или карьера то две разные сферы жизни я не могу их сравнивать абсолютно когда я была подневольной то есть на работала на других людей для меня конечно была важна семья для меня карьера нет никогда не была важна настолько насколько семья но с другой стороны вот поступок выйти например на работу первого первого ребенка когда родила я вышла ему был год и три а второго ребенка 5 месяцев потому что я понимала что если я сейчас не выйду моей карьере придет конец и моей работе тоже была такая необходимость но знаете было и желание и желание я не хотела сидеть дома вот здесь как вот вот этот момент да он говорит об обратном что для меня все таки карьера была важнее потому что не каждая женщина в пять месяцев бросит на няню ребенка правильно вот но сказать что было прям сильная необходимость просто был момент я бы потеряла в итоге работу а так как я живу в небольшом городе работу найти крайне сложно плюс я очень любила свою работу в тот момент это был была интересная работа на заводе алкогольная продукция там и сфера производства и продажи сюда кучи это было очень интересно международные контракты были в ответственность огромная начальником отдела работала у меня были подчиненные я даже когда находилась дома все эти пять месяцев бесконечно было на телефоне в этом плане да но но если у меня стоял вопрос у меня ребенок поломал допустим ногу в три с половиной года и у меня был директор то время уже сменился такой диспатичный диспатичная даконатура мне плевать то я поломал ногу я мне плевать на вашу работу так я с ним разговаривала вот тут ли у меня однозначно в однозначно стопроцентном было в пользу моей семьи и мне плевать было что он мне говорит вот так его хочет увольнять пусть увольняет вот вот абсолютно но в последующем я поняла что твои вот эти вот каждый каждый спор каждый по каждой эта проблема из-за чужих денег ты пропускаешь ее через себя ты стараешься не то чтобы выслужиться до сделать свою работу качественно на высоком уровне кто-то это ценит не никогда вот в данный момент моя работа заключается я работаю сама на себя от того как я буду работать и с какой скоростью зависит доход в моей семье у меня есть студент мне нужно его учить и я прекрасно понимаю что мне необходимо работать болею я или шалею я могу ли я позволить себе отдых или не могу я должна работать и вот здесь я поставлю все интересы всей моей семье если надо пожрать приготовить дома убрать там постирать и так далее это все подождет мне надо работать в этом плане в данный момент сейчас моя работа у меня на первом месте у меня есть в этом необходимость но если дело коснется такого момента что я просто буду необходимо своей семье я закрою глаза на свою работу это сто процентов но в данный момент слава богу что такой необходимости нет и мой муж мне помогает мои дети мне помогают и каким-то образом мы справляемся двояко но я все-таки наверное больше человек семьи чем человек карьеры скорее так так топ любимых косметических средств о ну товарищи ну это нечестный вопрос потому что у меня огромное количество топов очень люблю и корейскую косметику причем различных фирмы брендов у меня частенько выходят обзоры товаров до очень понравилась косметика в российского производства аравия российское производство кора вот я еще не знакома с белорусской косметикой топ любимых косметических средств если мы уходим от брендов это сыворотки для лица это крема для лица но больше я люблю сыворотки нежели крема крем у меня идет только вокруг глаз это скраб в обязательном порядке пилинг это все это вот четыре средства ну и крем для рук вот пять средств которые топ косметических средств без которых я просто маски 66 без которых я просто не живу они всегда у меня есть я всегда ими пользуюсь если я там вот прям вот я так вам не скажу у меня огромное количество всего любимый аромат шанель номер пять это я с ним родилась я с ним буду до конца жизни но я немножечко от него подустала и не на каждое не на каждый случай его наденешь на себя он все-таки вечерний он зимний он ну не на повседневку а последняя вот то того что я просто влюблена во первых том ford tom ford cherry tom ford jasmine rouge и и rose mask это очень розы маск это по-моему розы смаз по моему это не tom ford а этот манталь манталь розы смаз и последний вот я просто влюбилась в трусар де донна просто жить без него не могу я не могу и я не могу им насытиться до такой степени мне он нравится какой ты десерт я пирожное сладкая вата грецкий орех блин какой я десерт господи если бы я еще десерты знала я ешь не сладкоежка десерт есть какой-нибудь десерт со жгучим перцем пирожное сладкое не пирожное и вообще не сладкая вата какой-то соленый или горький острый попкорн а еще лучше знаете какие-то но это тоже не десерт это закуска причем к пиву орешки с каким-нибудь васаби или микс мексика десерт ну я не я не сладкая а десерт мое понимание это сладость какая-то я не я не я закуской можно буду чем десертом твое пожелание всем девушкам и женщинам будьте счастливы любите будьте любимы получайте кайф от жизни желаю вам быть неповторимыми дорогие мои друзья я надеюсь вы под мою болтологию хоть чего-нибудь но навязали вот на какие вопросы я не смогла ответить ответьте вы какой я десерт друзья как вы меня видите в каких-то вопросах то вот интересно сравнить как я себя вижу а как вы меня видите не будет интересно почитать честно говорю без обид так друзья всем пока мои дорогие буду монтировать и на какое-то время исчезаю очень много дел всем пока